Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня очередное видео с пустыми банками. Поэтому, конечно, присоединяйтесь. Отзывы о косметике, уходовых средствах, бутовых, косметических и так далее. Моя пакет как не уменьшается, только прибавляются всякие непонятные бутылки. И давайте сразу смотреть. Конечно, начинаю, как всегда, с больших бутылей. Это у нас белизна гелий. Я думаю, всем знаком, наверное, концентрация суперотбеливания. Все бы хорошо, удобно. И тут что-то даже пролилось, вроде чистый положила в пакетик. Здесь у нас целый литр. Цена у него была рублей 60, наверное, а может быть 50-45. Концентрат. Нет, не могу назвать его концентратом. Это разбавленный хлористый гель. Вот особый хлор как-то не пахнет, и не особо это гель, а достаточно разбавленная такая, более густая водица. Ну и удобно. Ну, мало. За эту цену слишком разбавленный. Поэтому, ну, в крайнем случае, можно повторить, но не особо. Я добавляла, в основном, знаете, ведро, полы мою. Вот и добавляла. Больше никуда. Ну, унитаз иногда почищу им. В общем, достаточно легкая такая, легкая, лайтовая, типа гель-белизна. Так, фитокосметик. Мгновенный эффект этого жидкости для снятия лака. Углажняется экстрактами календулы ромашки. Вполне неплохое средство. 100 мл. Цена тоже была неплохая. Поэтому, в принципе, увижу, повторю. Неплохо снимает лак и даже снимает глиттер, или как называется, вот эти блестки, если подержать. То есть, вполне нормально. Что еще сказать? Не сильно вонючий и с ацетоном, по-моему, он идет. Я стараюсь с ацетоном, конечно же, покупать. Там календула, якобы, входит. Но я в это все не верю. Хороший рабочий. Знаете, бывает, вот в Экспрессе, там вообще ужасные жидкости. Ничего не смывают. Поэтому там вообще 100 лет не покупаю. А это бюджетное. В косметических магазинах можно найти. Вот такая у нас, что это у нас? Драгоценные масла. Это Эйван. 150 мл. Это сыворотка для интенсивного блеска волос. Превосходное питание для всех типов волос. От Эдванс Техникс. В общем, хорошая линейка. Здесь 150 мл. Сейчас, не знаю, Эйван, не покупаю. Все запасами пользуюсь. Заканчиваю. Никак не закончу. Затарилась. Хороший. Он секундного действия, можно сказать. Минутного действия. То есть, нанесли. На корни наносить нельзя. Иначе, ну, как бы, у меня, допустим, не очень хороший отзыв будет. Я раньше всегда наносила эйванские продукты. Бальзамы на корни волос обязательно. Не только по всей длине. У меня начинали сыпаться волосы. После того, как я перестала это делать, я наношу просто на длину волос. До середины волос. То есть, близко к корням не подхожу. Все прекрасно. Ничего не сыпется волосы. Мягкие. Ароматно пахнут. Обалденные ароматы у этих линейк. Вообще, у Эйвана очень вкусно пахнут. Шампунь ухода из средства. Этой штуки на раз 6 мне хватило. 7, может быть. Вполне. Драгоценные масла. Отличная линейка по уходу за волосами. Кто любит химию в шампунях, в уходе. Цену уже не помню. Какая там, сто с чем-то рублей стоила. Закончился у меня очередной. Магия орхидея. Свежитель воздуха. 400 миллилитров. Классный. Нравится. Единственная бутылка мягкая. И вот эта штучка наворачивается периодически. Разбрызгивается хорошо. Сейчас не работает. Вообще разбрызгивается хорошо. Вот уронили, поэтому сломалась. Ну и закончилась заодно. Аромат приятный. Магия орхидея. Не помню, что он там пах. Приятно цветочный. Даже цветочное морское, я бы сказала. Вот как на картинке примерно. Нежный, приятный, не раздражает. Не очень химозный. В общем, нравится и надолго хватает. Люблю пользоваться от Fixed Price. Красота. 80 рублей стоит. Надолго хватает. 400 миллилитров. И водный, что замечательно. Считаю менее вредным. От Reflame закончился. У меня вот такой крем наконец-то. Reflame молоко и мед. Это какая-то линейка. Наверное, уже срок годности вышел. Либо выходит с моей запаса. 250 миллилитров. Бочоночек очередной. Что сказать-то. Пахнет ядрёно. Очень ядрёный аромат. И, кстати, почему-то они всем нравятся. Ну, вполне нормальные. Руки, ноги мазала. Вообще крем-то отдать телом. Ну, у меня для рук, для ног вполне. Хороший, питательный, ароматный крем. Качественный. Поэтому, кто любит крема от Reflame, я вас прекрасно понимаю. Ухаживает за кожей рук. Действительно питает. Действительно ухаживает. Особенно если возрастная кожа. Уже за молодой я вообще молчу. А если возрастная кожа за 40 лет. Так, вообще прям замечательный крем. С удовольствием вымазала целых 250 миллилитров. Хотя одновременно пользовалась не только этим кремом. Но ещё и Evroche. И ещё с FixPrice. То есть, три крема у меня стоят на ночном столике. На моём парфюмерном столике. И я тут выбираю каждый раз, какие мне попользоваться. И я скажу, что Evroche уступает по качеству Reflame крему. Evroche крем я использую. И у меня до сих пор стоит именно молочко за телом. Вот такая бадья с помпой. Я думаю, все знают, там целая серия. Уступают по качеству вот этому флакону с Reflame молоком и мёд. То есть, этот более питательный, более увлажняющий, более приятный. И ручки после него, конечно, более получше выглядят. Более ухоженные. Тот полегче. Ну и в лидерах у меня FixPrice крем, который тоже скоро закончится. Это крем, знаете, для доения с коровой, который. Вот он у меня тоже стоит. И он тоже прекрасно питает, увлажняет руки. В отличие от Evroche, более дорогого. Ещё закончился у меня вот такой шампунь. Тоже это Evroche. 300 мл. Хороший. Мылится прекрасно. Он смывается хорошо, намыливается за один раз. Также приятный аромат. Надолго хватает. Густой. Считается растительный. Красота волос начинается со здоровья кожи головы. Шампунь уход восстановления для поврежденных волос. Не жирнит волосы, не путает. Всё хорошо. Кто любит органические масла, не масла, а шампуни, обратите внимание. Сейчас, по-моему, изменилась уже эта упаковочка. Но мне нравится, что оно так ставится. И там, пожалуйста, всё до конца можно использовать. Хороший шампунь. Это именно уход восстановления для поврежденных волос. Все флаконы там одинаковые. Я в них очень сильно запутываюсь. В этих флаконах. Потому что там есть шампунь, который жирнят, который сушат волосы. Вот этот замечательный. И в предыдущем видео я рассказывала. Там, по-моему, другие были шампуни. Тоже отлично. Мне очень нравится. В пустые банки у меня попало кофе. Меланж. Заказывала на Валперис. Отличный кофе. Вкусный. С удовольствием пьём. Приятный аромат. Ни горький, ни кислый. Насыщенный. Ни пустой вкус. Замечательно заваривается. И вот такими пачками. По 500 грамм. То есть, две пачки. То есть, по килограмму я, получается, была в наборе. В общем, нравится. Если увидите, Мока Фикс. Это, по-моему, Германия производитель. Меланж. Потом там есть ещё Голд, по-моему. Вот Меланж вкусненький прям. Вот и Голд хороший. Поэтому, если так увидите, берите. Покупайте. Я тоже буду повторять, если буду... Увижу опять на Валперис. Но пока что-то не вижу. Прямо несколько раз уже делала заказов именно с этим кофе. Аромат приятный. Это молотый. Закончила от Ширнур. Это прекрасная органическая линейка. На козьем молоке. На козьих продуктах. Это именно скраб для кожи головы. На основе козьего масла. Мечтающий расцвет название. Вот такая, значит, у него. Консистенция очень приятная. У меня была целая линейка. И я мечтаю её повторить. Они есть на Валбисе. Может быть, на Азону. Но я на Валбисе приобретала. Вот на Валбисе опять купила набором. Это выгодно получается. Это шампунь. Бальзам. Потом там ещё что-то. И ещё скраб для кожи. Мне там всё нравится, кроме скраб для кожи головы. Потому что я не люблю скраб для кожи головы в наборе. Поэтому я просто вымазала его на тело. Я за него забыла. Всё использовала давно. А скраб я куда-то задвинула. И вот наконец-таки его нашла. Он, слава богу, не пропал. Я его на тело использовала. Это мелкие-мелкие частицы для головы. Вообще он классный. Один раз всё-таки на голову использовала. Но я не люблю этим заниматься. Чисто вот из любопытства. Хорошо скрабит. Прекрасно волосы себя после него чувствуют. Вот такие скрабиночки. Аромат обалденный. Да, это солёненький скраб на основе мелкой соли с маслами. Волосы, естественно, будете лучше чувствовать. Ну, я просто ненавижу втирать вот это всё в голову. Это вообще не для меня. Поэтому я всё это втерла в тело. Естественно, кожа чистенькая, напитанная. На маслах-то. Аромат приятный. Противный, неназойливый такой. Знаете, нераздражающий. Ну, умеренный аромат. Ну, приятный достаточно. Шернур люблю. Рекомендую в использовании. Волосы, как после салона. Они прям как ламинированные смотрятся. Красиво. Хорошо распутываются. И главное, что мне нравится у этих линейок. И вот органических. Глаза даже не щипят. Когда, я всё время забываю об этом сказать. Никогда не щипят глаза, когда вы мойте. Я могу с открытыми глазами мыть голову. И даже если мне попало мыло в глаз, ничего не щипит. Совершенно и не жжёт. В общем, для любителей, рекомендую. Любителей скрабов для кожи головы. Вот так выглядит всё. Смывается хорошо всё. Не жирнит волосы. Ну, я один раз попользовалась. Мне ничего не жирнило. При постоянном использовании ничего сказать не могу. Для прочистки труб. Санфор. Средство для чистки труб. Профилактика за сорф. Я думаю, все знают. В фикс-прайсе продаётся. Там рублей 20 чем-то стоит. Вот чистила трубы. Нашла. Забыла за неё. Нашла. Почистила трубы. Всё почистилось. Популярный продукт. С фикс-прайсиком надо обратить внимание. С фикс-прайса. Салфеточки. Каном. Влажный. Хозяйственный. Универсальный. Антибактериальный. Шесть в одном. Цену. Не помню. Здесь 80 штук. Хорошие салфеточки. Не какие-то там тоненькие. Сейчас, по-моему, в другой упаковке есть. Хорошие. Очень люблю на кухне протирать всякие жирненькие статуэтки. Там вечно газовая плита. И всё жирком таки покрывается, если вовремя всё не убирать. Что-то где-то помыть статуэточки. Где-то пыль протереть. В общем, где-то что-то протереть. Прекрасное. В общем, дверь протереть. Унитаз. В общем, если есть желание. Отличные салфетки. Влажные. Быстро не высохли. Ну, если будут, обязательно повторю. У меня такое ощущение, что они даже грязь немножко как будто бы растворяют, что ли. Вот на статуэтках, допустим, на кухонах. Там каждая статуэтка. Там какая-то жир. Вот. Всё пытается куда-то залезть. Я салфеточкой это всё убираю хорошо. Тушь Жордани Голд. Была коробочка где-то. Не знаю. Найду, не найду. Вот. Жордани Голд. Это классическая линейка от Ари Флейм. Я думаю, всем она известна. В общем, я её как-то покупала. В общем, по хорошей цене, помню. Как-то мне всегда казалось, что это какая-то не очень тушь. Что-то отзывы были не очень. Всё-таки в итоге я её приобрела. Вот такая щёточка. У меня замечательный отзыв. Хороший. Щёточка вот такая. Вполне удобная, комфортная для меня. Сколько же здесь грамм? Вот такая силиконовая. Вполне хорошо прокрашивает. Так, а сколько же грамм-то здесь? Граммы что же важным? Вот нашла. Польша делает, а грамм найти не могу. Те граммы. После вскрытия 6 месяцев всего лишь годная. Но у меня дольше лежало. Поэтому ничего с ней не стало. Она у меня бедненько так и подсохла уже под конец. Ну, практически уже пустая. Уже высохла совсем. Не знаю, сколько грамм. Не могу найти. 8, что ли. Коробочка не знаю где. Что скажу по поводу туши. Изначально, когда я её вскрыла. Она была в плёночке, естественно. Жидкая. Я немножечко вот так приоткрыла её. Чтобы она немножко стала погуще. Я не люблю жидкие туши. Запах у неё, аромат приятный. Как ничего сказать не могу. Вот так приоткрыла. Она немножечко вот так полежала. День, наверное. Может, два. И я закрыла её. И дальше пользовалась. Как обычно. Она прекрасно наслаивается. Это прекрасно. До трёх слоёв я наносила. Леснички длинные. То есть она удлиняет получается таким образом. Хотя есть и ворсинок никаких нет. Не отпечатывается на глазах. В течение там суток. И спала я в ней. Так вот были моменты. Вот. Терпеть не мог в косметике спать. Но был момент, что и спать даже ложилась. На какой-то праздник. Ничего не отпечаталось. Не размазалось. Хорошо держится. Не сыпется. Наслаивается. Что ещё надо. Хорошая тушь. Единственное, что сначала она должна подсохнуть. Потом она становится хорошей. Такой. Не то, что густенькой. Прекрасной. И я с удовольствием ей пользовалась. Ни раздражения. Ничего. Так что одни плюсы туши. От Арифлейм. Так. Вот такое масло. У меня здесь затесалось. В пакете. Global Village. Это значит у нас виноградное масло. Типа испанское. 250 миллилитров. По-моему, в пятёрке его покупала. Во многих магазинах, мне кажется, можно найти. Покупала чисто для любопытства попробовать. У нас же есть виноградник. Муж делает вино. А вот масло никогда в жизни мы не пробовали. Именно виноградные косточки. Я, конечно, купила попробовать. Масло виноградное. Рафинированное. Торговая марка. Терпыры. Изготовитель Испания. Для соусов. Заправок. В общем, я покупаю. Люблю всякие масла. Пробую именно для салатика. В картошечку полить. Очень люблю помакать там маслицем. В общем, никакого вкуса и аромата мы с мужем не почувствовали. И я даже немножко разочаровалась. Ну, хорошее, в принципе, масло. Но вкус и аромата. Ну, никакого. Ну, что-то такое. Видно, что какое-то растительное, какого-то растения. Ну, ничего больше совершенно. В сторону винограда никакого привкуса близкой нет. Поэтому мы попробовали. Съели и забудем. И больше не будем заморачиваться. Ну, вот. Жарить на нем не жарила. Ну, не вижу смысла жарить. Мне кажется, это салатное масло. Наверное, полезное. Но в вине как-то более интереснее, мне кажется, пробовать виноград. Может, кто-то как-то использует. Кто-то что-то знает еще об этом масле. Просто я ничем, ничего не читала, не интересовалась. Вот увидела, попробовали. Можно пользоваться. Ну, особо, от чего мы ожидали, ничего не почувствовали. Для разнообразия можно брать. Если вам надо что-то безвкусное налить куда-то, то пожалуйста. Сейчас опять начала репейником пользоваться. Запасовый достоин, который в фикс-прессе покупала. Концентрат день-ночь, противопадение волос, флорессан. Вот такая жидкость масляная. Хорошо распределяется по волосам. И что мне нравится? Не оставляет никакой жирности. Мне даже кажется, что если когда, ну, естественно, наношу на чистые волосы, можете на любые наносить, на чистые и на грязные, но на чистые все же лучше. На мокрые, сухие. Я наношу после мытья волос, на сухие. И у меня такое ощущение, что у меня даже какой-то объем слегка появляется. Вот я заметила. Поэтому на выход, просто замечательно перед выходом нанести, просушить волосы. И даже иногда феном тут же прохожу, иногда не прохожу. На ночь делаю. Вообще, конечно, лучше на ночь не делать. Потому что волосы слегка увлажненные становятся. И они потом будут приплюснутые с утра. А это как бы нехорошо. Поэтому лучше днем наносить. Волосы чистые, не жирнятся. И какое-никакое дополнительное укрепление волос все же есть. Цена там, по-моему, 99 рублей такого флакончика. Мне нравится. Сто раз показывала. Повторяю. В общем, можете всегда прочитать информацию. Репейник для волос всегда хорошо. Надеюсь, что здесь настоящее репейниковое масло. Не поделки какие-нибудь. Отличное такое поддерживающее средство для волос. И разносится легко, наносится легко. Вот таким. Дейзика мой муж остался просто недовольный. 48 часов. Это, конечно, на Валбисе. Это, конечно, Рексона. Экстремальная защита. Антипеспирант. Вот так выглядит. 50 мл. Тут коцнутый уже такой этот колпачок. Аромат приятный. Ну, что сказать. Мыльный такой, свежий аромат. Муж сказал, больше не покупать. Я говорю, почему не покупать? Я, ну как, если он плохой дезодорант. Обычно, тогда у человека что-то неприятное может чувствоваться. Какой-то запах за ним шлейф идет. Какой-то пот, либо там еще что-то неприятное. Тут же ничего подобного не было. Говорю, почему тебе не нравится? Вот он не признается. Говорит, не покупай, не нравится. Все, не хочу. Ничего не держит. Я говорю, я этого не заметила. Поэтому, знаете, такой продукт 50 на 50. Мне со стороны все прекрасно. Мужу не нравится. Видимо, какая-то фигня в нем есть. Что-то ему не нравится, а он мне не признается. Но у нас еще такой флакон. Есть Рексона с Валберис. Черно-белый. Вот сейчас ему приходится опять пользоваться. Он как бы очень недоволен. Ну, я говорю, надо заканчивать, коль купили уже. На Валберисе цена была на них низкая. Там что-то рублей 200. Классная. Поэтому я и взяла. Я ж не знала, что ему может не понравиться. Наконец-таки закончился. А скорее даже часть пропала у меня. Это от Эйвана, ритуала, аюрведы, маска для лица. Вот такая. С индийским экстрактом корня куркумы, экстрактом кокоса. 50 миллилитров. Планета СПА. Вот так это выглядит все. Не знаю. Не могу ничего сказать плохого и не могу ничего сказать хорошего. Меня эта маска ничем не зацепила. Ну, какой-то аромат у нее был неплохой. Сейчас оно мне пропало уже. У меня просто много масок. Я решила их перебрать и увидела, что у меня какая-то завалявшаяся маска в моем сундучке лежит. Пора ее выкинуть. Я бы назвала ее маска ради маски. Возможно, если у вас совсем ничего нет, и вы купили себе эту маску, вы наслаждаетесь. Она какая-то такая кремообразная. По-моему, вот видите, она такая замусоленная. Я даже выдрить у него, она там засохла. Она такая слегка с глиной. Такая вот с глиной, слегка желтенькая, прям такая. Как куркума. Прям с куркумой явно. Ну, я ничего от нее особо не чувствовала. Ну, ни хорошо, ни плохо. Ну, конечно, лучше, если ничего у вас нет. Эта маска будет замечательная. Но когда у вас много масок, как-то другие маски более действенные по сравнению с ней. Поэтому и плохой сказать не могу, и хорошая не могу. Я уже плохо помню, как она действовала. Там обжигала лицо, но не разогревала, по-моему, точно. Не охлаждала. Что-то такое глиняно-специевое. Ну, возможно, лишняя подпитка. Не знаю, была кожа. В общем, как-то не знаю. Ну, красивый флакончик. Сейчас с Эйвоном я уже не увлекаюсь. Я уже года два как не снимаю видео, как ничего не заказываю. А так я была фанаткой Эйвона. И прям столько фигачила видео с покупками и одеждой и так далее. Было время на этом канале. Я сейчас этим уже не занимаюсь. Особенно, как цена там подскочила. Как парфюмерия слегка меня многое разочаровала. Хотя есть и любимые ароматы Эйвона, которые я имею в коллекции. И вот, кстати, снимаю видео. У меня есть парфюмерные видео. На моем канале целый плейлист. И на Дзене есть. И здесь есть. Везде есть у меня парфюмерные... Ну, разные плейлисты с тематикой. Там, влоги, парфюмерия. Там, покупка, распаковки Валберис. Либо там, чижик, светофор, магазин и фикс прайс. У меня все по папочкам красиво разложено. Заходите в папочку и смотрите там на любую тематику. Очень удобно. И для вас, и для меня. Вот у меня именно на Ютубе есть целый альбом с Эйвоновскими видео. Ну, которые были еще последний раз. Два года назад, наверное, снимала. Сейчас чего-то интересного к Эйвону не возникает. У мужа моего закончился вот такой аромат. По-моему, туалетная вода. Не могу никак найти коробку. Какой-то ужас. Знаю, что оставляла. Специально для обзора. Не выбрасывала. Здесь же не могу найти. Очень интересный аромат. Кисло-сладко-специевый. Такой фужерный. Слегка деколонистый. Своеобразный, интересный. Но мне кажется, это аромат 90-х. За мужем остался шлейф, когда он уходил. Ну, естественно, он выветривается. Там недолго держится. Он бюджетный. Что-то рублей 200 с чем-то я тратила на него, на этот аромат. Один себе в коллекции держу. Потому что мне нравится вот эта картина в Рубеля. И просто для коллекции держу. И пусть он настаивается, мой второй флакон. Очень свежий. Специевый. Лимонный. Фужерный. Слегка древесный. Уж не помню, какие ноты. Так не могу сказать. Ну, аромат. Больше, конечно, для мужчин, наверное, не молодых. Хотя, мне кажется, молодежи прекрасно подошел. Зеленая нота здесь какая-то. Не помню, что. Бергамота или чего. Яркая такая в лазе. Очень свежий. Ядрененький достаточно. Но не очень стойкий. В общем, здесь нравится этикетка. В Рубеля. Картина. Я именно эту картину не видела. Но на выставке была в Москве. И видела выставку В Рубеля. Картины В Рубеля. В общем, это картина гема. Своеобразные шедевры, конечно. Не могу сказать, что прям мой любимый художник. Нет. Но во флаконе это смотрится интересно. Поэтому в коллекции должно быть. Ну и стоит копейки. Опять же, где-то в заказах Валберс показывала. Ссылки оставляла. На Валберсе можете найти этот аромат. По-моему, 100 мл, кстати. Очень такой хороший свежак. Но под конец, когда муж уже его выблезгел, он мне уже просто надоел. Ну, начал надоедать. Попался мне пробник вот такой. Это и в Роше. 1 мл. Вот мало. Мне вот этого мл еле хватает воспользоваться. Но мнение об этом креме было у меня достаточно хорошее. Очень приятный аромат. Совершенно прекрасно разносился по лицу. И хорошо держался на лице. Ни жирный, ни какой-то неприятного. Ничего плохого у меня за один раз я не почувствовала. Что-то было даже приятно. Мне понравилось. Мне даже возникла мысль его даже себе прикупить на будущее. Это именно вот такой вот зелененький. Сложно, конечно, нормальное мнение о нем сказать. После одного раза использования. А может быть на второй-третий раз у меня, может быть, сыпью лицо покроется. Я не знаю. Но за один раз мне понравился. В общем, он, по-моему, какой-то легкий был. Гель-крем, кстати, да. Туда же написано. Худра Веджетель. Правильно читаю, неправильно, не знаю. Вот такой кремушек. Не помню. По-моему, увлажняющий он был. С чем тоже не помню. Совершенно здесь на русском языке ничего не написано. На каталоге искать, смотреть. Но просто по флакону, по цвету гель-крем можно запомнить. Мнение хорошее. Нежирный, нелипкий, не раздражал. Легкий на лице. Комфортный. Вполне был. От туши коробочка нашлась. То есть тушь идет в коробочке. Reflame. Отличный подарочный вариант. Красивенько смотрится все. Кстати, еще пробники два здесь есть у меня. Тоже понравились. Мне прям, знаете, все понравилось. Для меня было неожиданно. Я что-то думала, что как-то кремы от Эйвароши какие-то тяжелые, массивные, жирные. Прекрасная сыворотка. Вот один раз мне хватило ей воспользоваться на лицо еле-еле там. Тоже один миллилитр. Вот такая зелененькая. По-моему, она с клагеном идет. Лифтинг весь. Вот лифтинг. Не знаю, дает она лифтинг эффект. Я и не поняла за один раз. Но действие понравилось. Мне даже захотелось ее приобрести. На русском языке здесь не написано, что к чему, конечно же. Ну, конечно, ничего. В общем, лифтинг эффект. Сыворотка мне понравилась. Она, по-моему, только слегка охлаждала. Что-то она такое делала. Вот зеленый флакончик. Хорошо разносилась. Не липкая, не раздражающая была. В общем, хочу теперь эту сыворотку. Так, и здесь у нас эликсир ботаника. Это у нас другая линейка. Это разные зеленые линейки. Надо знать, кто заказывает и в Роше. Новички. Тоже понравился крем. Тоже хороший. Никаких плохих эмоций. Один миллилитр еле хватило на лицо. Что здесь написано? Я вот не знаю. В общем, зеленая крышечка. В общем, весь зеленый самой запомнить, чтобы потом иметь в виду. Хороший крема. Стоит заказывать, покупать. Особенно в подарки брать замечательно в Ивроше. Тоже у меня есть обзоры Ивроше. Я, правда, редко заказываю там раз в два в год. По каталогу. Ну, мне этого достаточно. Рада была, что попробовала. Все смотрела, боялась брать. Рада, что попробовала. Довольно. Прекрасные продукты. Вот они все зеленые. Вот у нас самой до себя даже запомните. Зеленые, значит, лифтинг. Все нравится. Потом вот это эликсир Ботанька. И худра Веджиталь. Тоже хороший, легкий гель-крем. Налито, по-моему, очень хорошо будет. В общем, вот так они выглядят. Ну, что еще сказать. Последняя коробочка Лаколюд. Крепкие зубы, здоровые десны, свежее дыхание. У меня в основном муж пользуется. Базик. Вот. Сделано в Германии написано. 65 грамм. Не помню, где покупала уже. Хорошая паста. Очень ядреная, освежающая. Хорошо чистит. Я тоже несколько раз и чистила зубы. Я, в основном, индийские пасты люблю. У меня, кстати, собралась тут целая коллекция пустых банок индийских продуктов. Я их херба. Вот прям специально сниму отдельное видео. Именно индийских продуктов. И архерб, перемешку. Полезности, бады, в общем, косметика. Вот. Специально собираю для отдельного видео. Вот. Это тоже хорошая. Я думала, Лаколюд хорошая паста. Все знают. Не самая бюджетная. Но отличная. Пишет, что что-то там от кариеса защищает. В общем, лактат алюминия укрепляет десны, предотвращает их кровоточивость. Ни одна от кровоточивости паста не помогает. Только индийские пасты помогают, по моему личному мнению. Я просто на себе проверила. Все остальное, мне кажется, ничего не помогает. Ну, кроме каких-то травинных полоскалок и специального лечения. Я вот именно пасты, индийские, мне кажется, самые лучшие для этого дела. Ну, на этом все. Это сегодня все мои пустые баночки. Следующие баночки будут уже с индийскими продуктами. Бадами. У меня их тут гора уже накопилась. Ну, а вам большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео для вас оказалось полезным, интересным и каким-то развлекательным. Пишите свои комментарии. Всегда буду рада. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok